всем привет добро пожаловать на программу стопка новостей версия light я олег седов и я рустам коридинов мы обозреваем новости информационной безопасности новости которые что-либо стоит мы обсуждаем с пристрастием а те которые не то не все мы прокалываем а еще у нас будет гость и с этим гостем мы обсуждаем самые достойные самые актуальные новости для обсуждения которой нашей компетенции не хватает 34 стопку в студию у меня была руководящая ошибка пожалуйста ну что ж прихватили на память из российской газеты из банка barclay сходящего четверку крупнейших британских банков похищены данные 27 тысяч клиентов советники учреждения скомпрометировали их базы данных для продажи на черном рынке консультанты оказывали услугу в области финансового планирования в сентябре 11 года на четном рынке конфиденциальные данные одного человека стоит около 50 фунтов таких вот с другой стороны ну и еще раз это банк не наш клиенты не наши 50 фунтов тоже не наши наварились не мы даже порадоваться не за кого или пожалеть некого пожалуйста следующий курс будет удачней переходный период московский комсомолец масонский сухомолец газдума приняла в течение в трех чтениях пакет 90 градусов это прямой угол законов по функционированию финансовой системы крыма и севастополя согласно этому кредитные учреждения зарегистрированные на территории этих регионов будут полностью работать по российскому законодательству с 1 января 15 года до этого времени они имеют право осуществлять деятельность по украинским банковским законам без получения лицензии цбрф я понимаю что мошенникам время терять не надо а надо до 15 года успеть туда ломануться и поработать и по тем законам и по этим законам или по тем не по этим редкий случай когда можно самому выбирать по каким законам работы то есть не по каким какой выгоднее на сегодняшний момент я бы эту новость оставил бы конечно для поговорить но боюсь что не с кем будет да тема такая скользкая сказал крым не получил американскую визу у нас по-другому те правила читает сам знаешь кто сказал первое слово крым то платье за месяцом хорошо я вообще не сказал крым ты почитал оставляю хорошо вдруг придет спикер который прокомментирует а пока дедо скрипчал сайт мскит компания про лексик провела исследование количество продолжительности и чистоты дедос атак за последнее время суть по этому поделению количество чистоты и продолжительности дедос что у нас уже к таргетированным атакам относится не знаю но его можно мерить длина можно купить людей исследование показала финансовые компании сталкиваются с атаками хакеров втрое чаще чем остальные бизнес-пользователи крупные дедос атаки на финансовые структуры хакеры начинали проводить с одиннадцатого года постоянно увеличивая их мощность чем мериться мощность дедос атаки наверное количество нуждов с которых идет атака то есть ты сам мерил до сидела нет но я знаю чем чем мерить берешь транспортир и меришь транспортиры меряют углы да угол это самая важная часть в дедросе или же в лених между штатным циркулем ну что куда это да давай сюда на угол на острый пожалуйста по доброте душевной форбс не просто так отлично сотрудник анб сша признался агентом фбр не вам попытками что передал эдварду сноудену свои личные учетные данные для доступа к засекреченным базам данных спецслужб сообщил телеканал nbc news все-таки есть на свете друзья а сноуден об этом знает друзья не знаю гражданский сотрудник анб подтвердил фбр что вводил свой пароль на компьютеры сноудена по его просьбе хотя знал что этот пароль дает доступ к секретным данным которые сноуден получить никак не мог вау вот это друзья если бы у меня был такой друг который бы ввел мне пароль пентагона эх в документе указывается что сотрудник анб не знал что сноуден использовал его пароль для похищения десятого в тысячи секретных документов он нам думал что человек играется потом первый идет пароль на слабого взял у чувака просто мне кажется какая-то по моему для форса это что-то странное дойная корова новости животноводства риа новости большинство киберпреступлений в отношении кредитных организаций которые вызывают значительный резонанс совершается заезжими группами из молдавии румынии болгарии и прибалтики заявил заместитель директора управления безопасности сбербанка сергей бондарьев в ходе уральского форума слушай если это киберпреступление зачем заезжать мне кажется киберпреступление можно делать удаленно видимо просто бондарьев не знает цитата фактически у нас страна превратилась в дойную корову ты посмотри в дойную корову вау повод для гордости патриотам а это наша страна для преступников из ближайшего зарубежья а что издалека не могут к нам так же зайти и что сделать которые наносят нам огромный ущерб для нас это сейчас основная статья потерь коровы сказал бондарев какой-то ужас я не понимаю чем вообще меряется вот ты дедос атаки мерил транспортиру да я могу бондарев коровами меряет удоями не знаю домой домой теперь браконьеры вышли на охоту и